В доме Ивана Якушева снова вода. Причём из централизованного источника, а не из колодца. Пенсионер не нарадуется. Нет перебоя с водой и нет шума от включённой станции с насосом. Следов от вмешательства коммунальных служб тоже не видно. Всё сделано компактно и аккуратно. Вот установлены счётчик там всё. Вот этот подвод. Огромное спасибо. Кто был задействован в продвижении воды к нам, это сейчас прекрасно. По этой части улицы Центральной воду уже дали в дома. Сегодня завершается подключение жителей Пролетарской улицы. Удивительно, но люди настолько привыкли к колодцам, что некоторые даже сомневались, нужен ли им водопровод в доме, как, например, Нина Панченко. Два ядра, кромыслы пошёл. С водой будем мы. Да, это хорошо, конечно, особенно зимой. Дороги заметаются, идти как с фёдрами. Нина Фёдоровна боялась больших переделок в доме, но все страхи оказались напрасными. Отверстие в полу небольшое. Сегодня к вечеру на её кухне впервые появится мойка со смесителем. Люди очень рады, что их проблемы решены так быстро. Было принято решение, чтобы не уходить в проектирование и прочее, чтобы не затягивать сроки силами и средствами предприятия ЖКХ, водоснабжением обеспечить жителей. То есть в кратчайшие сроки удалось проложить основную магистраль. Сейчас, видите, идёт подключение жителей. Магистраль проложили так называемым хозспособом. Это он поспособствовал небольшой участок работ, отсутствие других коммуникаций в зоне траншеи. Отчасти помогла избежавшая с колодцев вода. В части горизонтально направленным бурением, там, где невозможно было копать. Ну и в силу того, что вода ушла, из-за чего опустили колодцы, уровень грунтовых вод понизился. Ну и стало возможным прокопать траншеи. Потому что до этого здесь это делать было невозможно, потому что грунтовая вода на уровень где-то одного метра. 1400 метров нового водопровода проложили на этой стороне Преображенки. Жители говорят, что и у них наступил 21 век. Уровень комфорта стал совсем другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова